Москва гуляет в столице 870 и программа мероприятий сегодня не менее насыщенная, чем в первый день празднования юбилея. Концерты, выставки, представления на окраинах и в центре. При этом город продолжает принимать подарки. На Варшавском шоссе заработала новая эстакада. Обо всем подробнее Александр Евстигнеев. Здесь на Тверской интересно. Можно попробовать какие-то виды спорта, которые никогда не попробуешь в обычной жизни. Праздник продолжается! Кто празднует, все празднуют. Трудовые резервы и спортивные федерации, тяжелая атлетика и фитнес, бокс и смешанное единоборство. Мастер-классы проводят профессиональные инструкторы. Вообще на Тверской не протолкнутся тысячи людей. Москвичи и гости столицы дефилируют от площадки к площадке. Москва покоряет. Здесь просто космос. Макеты орбитальной станции, скафандры. Чуть дальше Москва строит. Самое знаменитое столичное здание и магистрали в миниатюре. А эта развязка уже в натуральную величину. Спасибо за подарок. Параллельно празднику столица продолжает активно строиться. Сергей Собянин сегодня открыл новую эстакаду прямого хода на Варшавском шоссе. Она является частью Южной Рокады. Это диагональ длиной 6,5 километров. Существенно разгрузится МКАД. Таким образом, можно с Балаклавского проспекта более комфортно заезжать на Варшавку. С одной стороны, с другой стороны, Варшавка, конечно, в этом месте будет идти лучше. Так что я надеюсь, что автолюбители в понедельник на этом участке будут ехать с большей скоростью и большим удовольствием. Ко дню рождения городская инфраструктура преобразилась. Десятки километров новых дорог, развязки, мосты, тоннели, эстакады. Завершается программа «Моя улица». Кстати, сегодня праздник в празднике. Москва стоит 870 лет, а 425 лет шумит Садовое кольцо. Эта бесконечная улица получила новый облик. Широкие тротуары, газоны. В ноябре-декабре этого года и весной следующего года на Садовом кольце появится 2300 деревьев, десятки тысяч кустарников. Так что название Садовое кольцо, оно будет не только по названию, но и по содержанию. Это, конечно, плюсы для экологии, для комфорта жителей. А тебе, Москва! На Моховой улице рядом с Манежем до самого вечера будет идти концерт. Рок-н-ролл жив! А в Саду Эрмитаж, в парке Горького и в музеоне продолжается крупнейший в России театральный фестиваль. Праздник продолжается. Александр Евтигнеев, Вячеслав Черешко, Сергей Кузнецов. Первый канал. Москва. 870.